Стронг Холл Леджендс Да практически кого угодно! Основав контору, можно приступать к накоплению первоначального капитала. Медивил 2 Самая сильная сторона проекта — хорошая графика, за которую отвечает значительно доработанный движок. Игра порадует глаз сложными и реалистичными ландшафтами, тщательно смоделированными городами и селами. Мэйд Мэн Геймплей игры отправляет нас в те далекие времена, когда у героев компьютерных игр еще не было никаких характерных особенностей, и все они были на одно лицо. Привет всем геймерам страны! Меня зовут Борик, и это ФАК, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы. Начнем мы с популярной серии игр Stronghold, которая разошлась по миру тиражом 2 миллиона экземпляров. Этой осенью появилось продолжение. Stronghold Legends даст вам возможность почувствовать себя одной из знаменитых личностей — королем Артуром, графом Дракулой или Зигфридом. В свое время Stronghold стал откровением. Ну как же, оказывается, в средние века рыцари не только и бились друг с другом толпа против толпы посреди чистого поля, они же еще и замки штурмовали. Ага, у каждого уважающего себя феодала была замечательная крепость, для захвата которой приходилось серьезно потрудиться. Правда, в игре хватало ляпов, и орды пехотинцев, ловко работая мечами, могла ссыть до основания, казалось бы, неприступную стену. Тем не менее, игра открыла глаза не только игрокам, но и разработчикам, и очень скоро последовали попытки создать свою крепость. Что такое оригинальный Stronghold? Это стратегия в стиле Age of Empire, с некоторым уклоном в сторону создания, обороны и атаки замков. Stronghold 2 и Stronghold Legends нисколько не похожи на своего предшественника. В первую очередь, они стали симулятором жизни средневекового замка. Появилось множество ресурсов, однако теперь добывать их необходимо. Игра поступила в продажу 23 октября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. В Stronghold Legends представлено множество различных режимов игры. Каждый новый уровень, вам придется постоянно возводить инфраструктуру, хлепать армию и обороняться от противника. Количество различных строений немного уменьшилось. У каждой расы есть свои виды войск. Оборона и атака замков требуют серьезной подготовки и тактических действий. А искусственный интеллект поражает одновременно своей глупостью и неожиданностью. Наша оценка геймплея — 3 балла. За прошедший год, со времен Stronghold 2, графика изменилась не сильно. В движок внесли небольшие изменения, добавили новых фишек. В принципе, картинка выглядит приятно. Но различить рот войск практически нереально. Горает умооцениванный на четверку с минусом. А звучка также не блещет разнообразием. Обычные мелодии, обычные звуки и спецэффекты. Музыка подобрана в тему. Взрывы, движения, голоса — все хорошо сделано. За звук ставим 4 балла. Все есть, но ничего особенного. В итоге про игру можно сказать так. Провели, как это сейчас модно говорить, ребрендинг серии. На смену историческому Средневековью пришло Средневековье фэнтезийное. Вместо короля Ричарда предлагается сыграть за наиболее выдающихся обитателей европейских замков. Король Артур, Зигфрид и Дракула. Каждому из них посвящена отдельная компания. Итого, три расы, три типа замков, три вида ландшафтов и 31 юнит. Двое больше, чем прежде. Наша общая оценка игры — 4 балла. Stronghold Legends — это скорее дополнение, чем продолжение Stronghold 2. Изменения минимальны, вас ждут 8 миссий, основные принципы геймплея останутся прежними. Конечно, есть и новое — режим, конквест и дополнительные варианты мультиплеера. Если вы не играли в предыдущей части серии, смотрите дальше, ответим на ваши вопросы по прохождению и дадим полезные советы. Первый вопрос. Помогите! У меня постоянные проблемы с обороной и штурмом замков. Конечно, на самом легком уровне в итоге я все прохожу, но очень сложно. Подскажите какую-нибудь тактику. Отвечаем. В первую очередь нужно понять, что в этой игре будет сложно организовать оборону и нападение без использования всех родов войск. У вас должен быть штрафной батальон. Это те, кто будут идти в атаку и прикрывать всех остальных. За ними должны быть лучники, которые будут убирать противника из прикрытия и таких же лучников. Также необходимы лестницы для того, чтобы пехота смогла забраться по ним на стены. И, конечно, катапульты. Вы можете вынести все население замка без штурма. Также есть еще одна интересная особенность при обороне. Вы можете выстроить очень хорошую оборону, но не заметить маленькой лазейки. Именно через нее прорвется противник, и небольшим количеством войск начнет выносить ваше строение, которое уничтожается за пару ударов. Идеальные и единственные стратегии здесь не существует. Постоянно нужно следить за всем и быть везде. Удачи! Гангстерский шутер от третьего лица – Мэйдмен. Это очередной клон старушки-мафия. Вам, как всегда, предстоит пройти все ступени карьерной лестницы мафиозной организации и добиться безграничной власти в семье. Для пущей правдоподобности разработчики из Silverback Entertainment даже пригласили настоящего бандита – Билли Банана. Но им это не сильно помогло. Сюжет Мэйдмен – 3D-шутер от третьего лица поведает историю Джови Роллы, который прошел путь от простого солдата до одного из мафиозных лидеров. Вместе с ним нам предстоит участвовать в ограблениях, перестрелках с конкурентами и полицией. Заметим, что сюжет был создан известным автором Дэвидом Фишером, который консультировался с бывшим канцелярье криминальной семьи Банана Биллом Банана. Звучит увесисто, но на самом деле от рассказанной в игре истории начнет зевать даже тот, кто никогда в жизни не видел гангстерских боевиков. Такого количества банальностей и штампов на одну игру еще не встречалось, причем повесование происходит посредством совершенно непотребных роликов на движке. Все остальное время игроку приходится совершенно бездумно палить выскакивающих из углов бандитов и собирать оружие убитых. Издает игру компания «Новый диск». В официальной продаже она появилась 14 декабря 2006 года. Разработала игру компания «Silverback Studios». Рекомендованные системные требования — это процессор с частотой 2,4 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске «Мэйд Мэйн» займет 1,3 ГБ. Геймплей «Мэйд Мэйн» отправляет нас в те далекие времена, когда у героев компьютерных игр еще не было никаких характерных особенностей, и все они были на одно лицо. Джови Ролла — типичный персонаж тех лет. Он напоминает робота-убийцу без каких-либо эмоций и мыслей. Одним словом, если вы хотите совершенно выключиться на пару-тройку вечеров, геймплей «Мэйд Мэйн» вас не разочарует. Мнотонное, многочасовое истребление противника без каких-либо видимых на то причин. Отличный гипноз, хотя с таким же успехом можно поиграть и в «Тетрис». Одним словом, тройка за геймплей. В качестве графического моторчика используется «Рендер Уэр», уже давно служивший свое в GTA 3 и «Фаренгейт». Однако разработчики на скорую руку отделили его в новые текстуры и, решив, что и так сойдет, выпустили игру в продажу. Реалистичность отсутствует как таковая вообще. Противники стойко выдерживают выстрел из дробовика, не сдвинувшись с места ни на сантиметрах. А разрушаемые объекты все как один разлетаются на четыре одинакового кусочка, уровни которых, кстати, целых 17 штук повторяют сами себя. Если это придорожное кафе, то на всех стенах будет висеть одна и та же замусольная картина. Если свалка автомобилей, то все они похожи друг на друга, как близнецы-братья. Тройка за внешний вид. Что касается звуковых эффектов, то они, как и все, что было сделано руками разработчиков, не вызывает никакого интереса. Единственное, что хоть как-то спасает положение — лицензия на известные мелодии 70-х годов. Видимо, они и призваны утешить несчастного геймера, попавшего в страшный и ужасный мир Мэйд Мэн. Четыре балла за звук. В случае с Мэйд Мэн реклама отнюдь не двигатель прогресса, а скорее его тормоз. Игра преподносится как крутой гангстерский шутер, который заставит вас почувствовать себя настоящей мафиозе. Однако на деле вы в лучшем случае просто захотите спать. Более же опытные геймеры поймут, что их просто навсего обманули, подсунув настоящие отходы игровой индустрии. Три балла сегодня получает игра Мэйд Мэн. Знаете что? Если вас уже тошнит от хороших игр, вам надоели захватывающие сюжеты, интуитивное управление и кинематографическая графика, тогда прямой путь вам в мафиозные структуры Мэйд Мэн. Там, судя по всему, таких не хватает. Специально для бедолаг, умудрившихся застрять в страшном и ужасном мире Мэйд Мэн, мы прямо сейчас дадим несколько полезных советов. Вопрос. Помогите мне убить бандита, который стоит на вышке. Он так далеко, что я не могу в него попасть. Ответ. Недалеко от этого места лежит снайперская винтовка. Возьмите ее, и у вас все получится. Вопрос. Ну никак не могу пройти комнату, в которую вырывается сразу пять или шесть гангстеров. Стреляю сразу с двух рук, но все равно ничего не помогает. Ответ. Пройдите чуть дальше по коридору. Там будет еще одна дверь, за ней пустая комната. Из нее можно зайти гангстерам с тыла и уже первым выстрелом кого-нибудь пострелить. И не используйте сразу два пистолета. Джо стреляет точнее из одного. При этом учтите, что только попадание в голову смертельно для ваших противников. Смотрите во второй части. Medieval 2. Самая сильная сторона проекта, хорошая графика, за которую отвечает значительно доработанный движок. Игра порадует глаз сложными и реалистичными ландшафтами, тщательно смоделированными городами и селами. Вигил 2. Как и прежде, мы начинаем нашу карьеру с определения рода занятий. На выбор профессии. Кузнеца, пекаря, богослова, ростовчика. Да практически кого угодно. Основав контору, можно приступать к накоплению первоначального капитала. Смотрите во второй части. Вигил 2. Как и прежде, мы начинаем нашу карьеру с определения рода занятий. На выбор профессии. Кузнеца, пекаря, богослова, ростовчика. Да практически кого угодно. Основав контору, можно приступать к накоплению первоначального капитала. Medieval 2. Самая сильная сторона проекта, хорошая графика, за которую отвечает значительно доработанный движок. Игра порадует глаз сложными и реалистичными ландшафтами, тщательно смоделированными городами и селами. Средневековье у всех нас в первую очередь ассоциируется с бесконечными войнами и с самых благородных побуждений. С рыцарями в сверкающих доспехах и с не менее сиятельными дамами. Дегил 2 поначалу полностью подтверждает эти ассоциации. Но вот ведь хитрость. Основательно поиграв, понимаешь, что благородные побуждения оборачиваются тысячами смертей. Сверкающие доспехи скрывают лжецов и предателей. И что интересно, такой правдивый взгляд ни капельки не портит вторую гильдию. Уж сколько раз твердили миру, что средневековье это грязь, насилие и почти сплошь дремучие умы. Но нет, народ желает верить в возвышенность помыслов и благородство рыцарей, в мудрость и честность правителей, не говоря уж о чистоте и искренности прекрасных дам. Развеять миф, созданный стараниями писателей-романистов, пытались их более здравомыслящие собратья по цеху. Но стереотипы в одной части не ломаются. Пару лет назад на помощь кудесникам пера подоспели австрийские игроразработчики из 4Head Studios со своим детищем VGILD. Именно после Европы игровому сообществу стало понятно, что средневековье это зачастую кровь, коварство ближних и ежеминутная грязня за место под солнцем. Игра оказалась очень успешной в большинстве стран, поэтому, как и следовало ждать, появилось продолжение – VGIL 2. И продолжение это готово похвастаться красивой графикой, закрученным сюжетом, огромным количеством новых возможностей и осмысленной экономической моделью. Игра поступила в продажу 16 сентября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. Как и прежде, мы начинаем нашу карьеру с определения рода занятий. На выбор профессии – кузнеца, пекаря, богослова, ростовщика. Да практически кого угодно. Основав контору, можно приступать к накоплению первоначального капитала. Закупать сырье, продавать готовый продукт, демпинговать цены на местном базаре, нанимать новых работников, расширять производство. В общем, заниматься вполне стандартными для любого экономического симулятора вещами. Однако, главное отличие VGL 2 от большинства этих самых любых экономических симуляторов – во-первых, абсолютно живой окружающий мир, а во-вторых, наше прямое участие не только в рабочей, но и в личной жизни подведомственного персонажа. За геймплей ставим 5 баллов. Про чудо-техники под названием «Графический движок VGL 2» стоит поговорить отдельно. Благодаря главному масштабированию, мы сможем как наблюдать за городом с высоты крыш, так и разглядеть буквально каждую мелкую деталь повседневной жизни и его обитателей. За графику также ставим 5 баллов. Звук можно также смело оценить на 5 баллов. Атмосфера средневековья, звуки городских улиц, диалоги жителей и спецэффекты – все звучит очень натурально. Игра страдает той же болезнью, от которой в свое время скончалась небезызвестная Republic – The Revolution. То есть все эти блюры и беспрецедентные уровни масштабирования не нужны, а 90% всего времени игрок проводит не среди красивых пейзажей, а пялись на плоские двухцветные таблицы и линейные графики. Но, несмотря на это, наша оценка игры – 5 баллов. Человеческая часть The Guild 2 – это своеобразная игра в игре. Задач перед нами великое множество. Как и где найди подходящую супругу, и как получить с ее родителей максимально выгодное приданное. Или как установить хорошие человеческие отношения с городской префектурой, чтобы поиметь некие послабления с налогами. Даже если вас совсем не интересуют экономические симуляторы, то в The Guild 2 стоит хотя бы поиграть, ну, например, из праздного любопытства. Игры такого масштаба выпускают два раза в год. А действительно удачными они бывают лишь в исключительных случаях. И мы твердо уверены, что случай в The Guild 2 как раз такой. И вопросов по игре приходит очень много. Первый вопрос. Как получить гражданские права? Отвечаем. Сходи в сити-холл и нажми на корону. Это тебе обойдется в 500 золотых. Следующий вопрос. Когда должен родиться ребенок? Отвечаем. Чтобы родить ребенка, надо отправить ее жену и мужа в дом. У одного из них выбрать внизу значок «Два сердца». По рождению ребенка станет известно сразу. Жена или твой персонаж скажут об этом. Также можно понять потому, что она будет лежать на кровати. Следующий вопрос. А ничего, что моей жене уже больше 40? Она еще может родить? Отвечаем. Ничего страшного. Это всего лишь игра. У нас она забеременела в 70. Следующий вопрос. Сколько может прожить ребенок? Отвечаем. Очень долго. Может и больше 80. Правда, для этого придется продать душу дьяволу. Следующий вопрос. Я играю за вора, посылаю своих на дело, а они не возвращаются. Как деньги заработать-то, а? Отвечаем. Надо расставить своих воров по периметру рыночной площади, чтобы они воровали к шельфе. Мало какая эпоха может сравниться со средневековьем по количеству войн и открытий. Неудивительно, что вдоволь наигравшись с Древним Римом в ровом Total War и аддонах, The Creative Assembly решила вновь вернуть нас в Европу 11-16 веков, выпустив продолжение знаменитой Медевол. Медевол 2 порадует глаз сложными и реалистичными ландшафтами, тщательно смоделированными городами и селами, битвами с одновременным отображением до 10 тысяч юнитов и правдоподобной растительностью. Любой объект на карте можно разнести в щепки, что особенно пригодится при штурме замков. Каждый солдат на поле боя теперь будет заметно отличаться от своих нарадников – телом, экипировкой, вооружением и родовой символикой. Одной графикой дело не ограничится. В Медевол 2 добавлено 2,5 сотни новых юнитов, а количество играбельных государств увеличилось до 21, включая новые для серии Шотландию, Португалию и Венецию. Театр боевых действий также расширен. Кроме уже знакомых поклонникам евразийских войн, можно будет отправиться на заевание Америки и сразиться с индейскими племенами. Несмотря на массу нововведений, общая идея игры, мировое господство осталось неизменной. Для достижения этой цели придется не только воевать, но и на полную катушку использовать дипломатию, шпионаж, торговлю и религию. Религия, к примеру, играет значительную роль при освоении земель нового света. Зная безупречной репутации Creative Assembly, можно без преувеличения сказать, что Медиевол 2 просто обречена на успех. Рекомендованные системные требования к игре. Процессор с частотой 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, видеокарта с памятью 256 МБ и 9 ГБ на жестком диске. Геймплей охватывает промежуток в 440 лет, что в переводе на внутриигровой хрометраж означает 225 ходов. Америка на первых порах окажется полностью недоступной, ее даже не будет на глобальной карте. Появится она там лишь к концу 15 века, вместе с великими географическими открытиями. Поселение отныне делится на два типа в зависимости от специализации. Замки предназначены для обороны и обучения войск, а деньги мы же получаем от обычных городов, где обитает основная масса населения и сосредоточено все производство. Геймплей зарабатывает 5 баллов. Что касается графики, то количество анимаций, выполненных по технологии Motion Capture, зашкаливает за тысячу. Это выпады, блоки, комбо-удары и даже несколько разновидностей фаталити. Каждый род войск наделен собственной уникальной анимацией. Еще одна любопытная графическая деталь — изменение текстур юнитов в ходе битвы. Во время сражения на латах и щитах будут появляться заметные невооруженным глазом капли крови и грязь. Пятерка за внешние данные. Звук не отстает от остальных параметров. Во время сражения вы слышите лязг мечей и копий, крики и ругань воинов. Фоновая музыка в зависимости от происходящего меняется от торжественного марша до медленных и унылых мелодий. Одним словом, все сделано качественно и профессионально. Пятерка за звук. Подводя итоги, хочется сказать, что Medieval 2 Total War — уникальная игра. Это первая стратегия, соединившая в себе достоинства игры «Цивилизация» и традиционных РТС. Общая оценка — заслуженные 5 баллов. В компьютерной игровой индустрии есть очень верное правило — не ломай то, что и так неплохо работает. Следуя таким или подобным заветам, разработчики Creative Assembly и сделали Medieval 2 Total War. Это не прорыв и не новое слово в жанре, просто эволюция, в результате которой и так уже прекрасная игра стала еще лучше. Ну а сейчас пришло время ваших вопросов и наших ответов. Вопрос. Что лучше строить, замки или города? Ответ. Между количеством замков и количеством городов надо поддерживать определенный баланс. Если удариться в тотальный милитаризм, окажетесь в долгах. Если же экономить на армии, пострадает обороноспособность. Вопрос. У меня в городе есть новые виды жителей — принцессы, священники и торговцы. Что с ними делать и как лучше их использовать, а? Ответ. Принцессы дипломатничают до тех пор, пока их не выдадут замуж. Священники насаждают вашу веру, повышая тем самым лояльность населения. А торговцы просто торгуют и переносят деньги в казну. В ром агенты здорово надоедали тем, что им надо было постоянно давать какие-то команды, при том, что толку от них было немного. Теперь вся эта братья действует автоматически. Но вы в любой момент сможете вмешаться и внести свои коррективы. На сегодня это все. Задавайте мне ваши вопросы по прохождению на адрес faqsobacamusdfustv.ru и я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте moustv.ru. Я и там общаюсь с вами. До встречи ровно через неделю. Кстати, не забудьте, на следующей неделе вы увидите 4 самых труднопроходимых игры 2006 года. Играйте, но не заигрывайтесь. С вами был Борик. Пока.